Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих садоводов и огородников. Записать сегодняшнее видео подтолкнули в обсуждениях вопросы, которые задают насчет рассада огурцов. Вот я сегодня стала пересаживать свои маленькие стаканчики огурцы в большую емкость и решила объяснить, потому что люди спрашивают, когда я показывала, что сею огурцы в маленькие стаканчики, часто спрашивают, почему все эти в маленькие стаканы, потом ведь придется пересаживать в большие, потому что еще равно огурцы, они не любят пересадку, они болеют. И из этих, как сказать, рассуждений я поняла, что многие вообще не видят разницу, не понимают разницу между пересадкой растений и перевалкой. Вот я, когда огурцы посеянные для раннего урожая, когда я их пересаживаю в другое место, я фактически делаю не пересадку, а перевалку. Они ее переживают очень хорошо, они ее даже не замечают. Вот стаканчик. Корневая система уже большая, я вижу все, что ему здесь тесно. Я его беру вот так и просто переваливаю. Вот корешки. Они так с земляным комом и пойдут, ничего с ним не случится. Если бы я его посадила в лоток и потом выбирала бы с грунтом, порвались бы корни. Здесь даже огурец, несмотря на то, что он очень капризный, он вот такую перевалку переживает легко. Он ничего с ним не случится. Он даже не почувствует, что я его перевалила. Потому что в большой стакан садить сразу маленькую рассаду не рекомендуется. Из-за чего? Сейниц маленький, у него корневая система прям крошечная. И когда мы большой стакан садим в пол-литровую, например, мы поливаем туда воду. И этот вот мокрый ком, он не может столько потребить жидкости. Жидкость застаивается, и вот эта постоянная мокрота, он спрессовывается. И воздух в корню не поступает, рассада замедляется, у вас уже не будет вот такого вот здорового, зеленого, толстенького сеянца. Видите, какая хорошая корневая система. А в большом стакане корневая система была бы намного меньше, потому что она вечно, вот как, ну, получается, что застой воды называется. Поэтому маленький стаканчик надо использовать вначале и не полениться, а потом просто пересадить в большую емкость. Вот эти огурцы, которые я использую для раннего урожая, я с маленьких стаканчиков иногда пересаживаю в большие, переваливаю, опять же уточняю, переваливаю. Потом из больших или уже сразу в грунт, или там в какие-то емкости. Но вот сейчас я перевалила в бедра. Это вот те самые-самые ранние первые огурцы, за которыми я буду ухаживать еще целый месяц. Вот, покажите, пожалуйста. Я вот их посадила сейчас в ведро, я на день их буду выносить, а на ночь буду опять же носить. Это очень удобно. Взял за ручку и занес. Они будут расти в этом ведре у меня еще месяц. Потом, я если захочу, я тут у меня пакет, я возьму прям за ручки пакета, могу вместе с земляным колном куда-то пересадить в другое место или оставить в этом ведре. Они когда будут расти в ведре, конечно, они весь урожай мне не смогут отдать, там грунта им не хватит. Но мне не нужно от них весь урожай. Они специально садятся для того, чтобы получить ранний урожай, первые огурцы. Потом уже будут стационарные, вот в теплице, в грунте. Не важно. Главное, несколько первых огурцов, там, ну, несколько, конечно, они хорошо дадут. Вот сегодняшняя тема была, чем отличается перевалка и пересадка огурцов. Так что не бойтесь садить огурцы в маленькие стаканчики. Их можно с земляным комом осторожно, даже в открытый грунт, хоть куда перевалить. Кто посеял рассаду, можете, как вот, воспользоваться таким методом. Но это, конечно, это не для всех. Это только для тех, кто не боится экспериментировать, что вот из стакана посадить в какую-то или в баклушку, или в ведро. И он здесь у вас вырастет, он даже зацветет. Я иногда пересаживаю даже с маленьким огурчиком. Потом можно или в грунт, или в бочку, или в теплице оставить. Все, вот этот маленький видеоролик посвящен именно пересадке и перевалке растений. Не обязательно, что при пересадке растений будут болеть они огурцы или арбузы. Все они прекрасно переносят перевалку. Если это видео вы нашли в Интернет-классе,